Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Будем говорить седьмой раз о Духе Святом. Мы уже много сказали очень важного, что связано с Духом Святым, потому что сам Иисус хотел, чтобы Он пришел. Он упросил Отца, чтобы Он послал Его. Через Иисуса Христа мы имеем мир в наших сердцах. Иисус нам подарил Его как утешителя. Он утешает нас, что мы дети Божьи. Он наставляет нас, помогает нам принимать решения. И очень много важного, что уже в прежних беседах я сказал, мы начинаем прославлять Иисуса Христа. Сила Духа Святого двигает нами. Мы делаем то, что Он нам как бы повелевает и даже двигает, чтобы мы это делали. Да, мы начинаем любить народ Божий, потому что Он искупил свою церковь кровью своей. Мы заботимся везде, так сказать, где можем иметь чистую, добрую и непорочную совесть ко всем людям и по отношению к Богу. Я прочитаю восьмой стих первой главы апостола Деяния апостолов. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Что мы получим? Силу Божию. Сила Божия – это что-то сильное, ощутимое. Когда ты в силе Божией говоришь, то, интересно, у тебя приходят нужные слова. Ты даже готовился по-другому, но Бог дает тебе нужные слова. Появляется сила, убедительность для того, чтобы это сказать. Мы сразу во второй главе видим, как это произошло на деле. Ведь тогда излился Дух Святой. В день Пятидесятницы на всех учеников они вот займели силу Духа Святого. Они заговорили на разных языках. Там 17 языков перечисляются, потому что в эти дни приходило много народа с разных, разных народов. И они говорили на их языках, свидетельствовали о Боге. А Петр говорит мощную, мощную проповедь. Вообще удивительно. 50 дней тому назад, или 52, он отрекся от Христа. И это было ему так больно. Он плакал, он переживал. Вообще, как он смог так отречься от Христа в самый трудный момент, когда Христа, так сказать, казнили. И когда перед ним все это было, так сказать, он потом очень сильно плакал, создавал. Тем не менее, за это короткое время он вдруг становится таким сильным, ярким свидетелем Иисуса Христа. Он проповедует с такой мощью, что все люди, которые здесь стояли, они были очень удивлены. Они умилились сердцем. 37 стих 2 главы. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Они увидели здесь не просто проповедь, а проповедь полной силы Бога, силы Духа Святого. Они захотели тоже иметь эту силу Духа Святого. Что же нам делать? И он говорит им 38 стихом, покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса для прощения грехов и получите дар Святого Духа во имя Иисуса Христа. Покайтесь. То есть важно покаяться, осознать, что ты согрешил, что ты грешник, что все, что ты делал до сих пор неправильно. Теперь, признав Иисуса Христа, ты начинаешь служить Ему и поворачиваешься на 180 градусов, идешь себе путем с Господом. Это очень-очень важно. Покаяться, потом крещение принять, то есть дать обещание Богу доброй совести и ты получаешь Духа Святого. Для чего? Для того, чтобы свидетельствовать о Нем. Мы уже много сказали, что Господь Божий Дух открывает нам, потому что мы начинаем действительно прославлять Бога в нашей жизни. Мы говорим, что это Он нам дал покаяние. Потому что когда Он нам открыл глаза, это было не просто наше действие, но Он открывает, мы видим Иисуса Христа в такой большой славе, какой Он сделал, что Он принес для человечества. Ощущаем Его огромную-огромную любовь к каждому грешнику, к нам лично. И в этот момент мы каемся, признаем все, что мы сделали не так. И этот момент становится начальным пунктом нашей новой жизни с Иисусом Христом. И это так важно, чтобы мы об этом говорили людям, свидетельствовали об этом, и чтобы другие тоже приходили и начали понимать и служить Иисусу Христу. Я прочитаю последние слова из Евангелия от Матфея. И приблизившись, Иисус сказал, дана мне власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами ныне и до скончания века. Аминь. Последние слова Иисуса. Там они сказали, Он сказал, чтобы они были свидетелями, что они получат силу Духа Святого, не просто Духа Святого, силу Духа Святого. А тут Иисус говорит, идите, идите, научите все народы, делайте их учениками, как переходит люто, и так сказать, но идите до края земли, и я буду с вами, я буду вам помогать все это делать, совершать. И мы видим, сегодня еще Господь совершает очень много. Часто важно, чтобы с первого дня, как мы покаялись к Богу, чтобы мы тут же шли, говорили нашим близким, Господь меня вот так развернул, вот так изменил, Он простил меня, все, Он мне дал радость опять жить, дал смысл в жизни. Когда мы это говорим нашим близким, они начинают задумываться, или многие тоже хотят покаяться, прийти к Господу, да поможет нам Господь быть Его свидетелями, везде, куда мы идем, чтобы мы помнили, это задача, которую Бог поставил перед нами. Идите, будьте моими свидетелями во всем мире, на земле, где вы живете, везде, а я вам дам для этого силу, силу Духа Святого. Аминь. Аминь.